Всем привет! С вами Светлана. И сегодня у нас бюджетные классные покупочки. В основном они все будут до 100 рублей. Давайте начнем. Скажу вам про свою находку. Находку это краска для бровей. Девчонки, она нереально крутая. Вот так она выглядит и называется у нас Studio Professional. Это стойкая крем-краска для бровей с эффектом татуажа. Стоит она 170 рублей и здесь огромный баллон, более 20 применений, бережное окрашивание без мяка, красивая форма и четкий контур. Все, что написано, все есть. Я попробовала ее совершенно случайно у своей знакомой. Мы как-то решили вместе покрасить брови и результат вы видите сейчас у меня на бровях. Кожа окрашивается просто вообще, ну татуаж, действительно татуаж, так как здесь и заявлено. Я покупала эту краску в магазине Орхидея Парфюм. Возможно, у вас есть что-то подобное или, по-моему, они есть в Подружке, в Парфюм Декор, насколько я знаю. У нас серия магазинов Туле называется Орхидея Парфюм. Не было таких красок нигде раньше, не видела. Вот сегодня наткнулась и взяла. Есть краска коричневая, есть краска черная. Упаковка выше и она ровная. Здесь, смотрите, упаковочка, вот как вам показать, вот видите, какой формы, вот такая. И она низенькая. Те, которые высокие, это просто краска. А вот именно с эффектом татуажа она только в черном цвете почему-то представлена. Непонятно мне это. Но, тем не менее, я покрасила и ходила, наверное, неделю, через неделю только потихоньку. С кожи начала она смываться. Волоски черные, мне кажется, останутся навечно. И я решила сегодня подправить контур бровей, да, и чтобы кожа окрасилась снова. И вот результат, вот вы видите, можете на моих бровках. Это действительно эффект татуажа. Я, наконец-то, нашла стойкую краску для бровей. Вам очень рекомендую к ней присмотреться, где увидите, берите смело. Она просто бомба. Так, девчонки, по краске для бровей. Я не показала вам, что тут внутри. Здесь есть колпачок, в котором мы все дело будем смешивать. Инструкция. Сама краска, ее довольно много. То есть, мне кажется, мне хватит, ну, на полгода точно. Так, потом здесь у нас окислитель. Разводим все по инструкции. Там все написано. Несколько капелек его всего нужно. И вот такая вот удобная щеточка для прокрашивания бровей. Я и ресницы, кстати, этой краской красила. Никакой аллергии, ничего не вызвала. Реснички черные. Прокрасились хорошо. В общем, я довольна. Это очень стойкий продукт. Рекомендую вам его попробовать хотя бы однозначно. Он того стоит. Так, ну и теперь покупочки из Ашана. Решила я конкретно затариться. Впереди выходные. Много чего нужно. Прямо вот конкретно. Но покажу вам все самое интересное. Уход. Смотрите, бумажные полотенца Зева сейчас. Вот такие вот в новогоднем дизайне уже со снежинками. Да, и здесь у нас нарисован такой новогодний шарик. Вообще по какой-то смешной цене были. Я вам все цены буду вот тут вот сбоку прописывать, чтобы не тратить на это время сейчас. Зла, девчонки, в Ашане гель Чистин. Я очень много увидела у кого в обзорах этот гель. И все его прям нахваливают и говорят, что он удаляет практически все, что только можно. Жир, грязь, ржавчину. И что он просто супер. Цена смешная. Не содержит хлор. Давайте его понюхаем. Но он не пахнет хлоркой, правда. И вообще никакого ядовитого запаха. Парфюмерная душка, он синего цвета. Мне кажется, это щелочь. Я чувствую запах щелочи. Вообще щелочь на самом деле с любыми загрязнениями справляется еще лучше, чем кислоты. Запаха ярко выраженного нет, но я уверена, что это щелочь. Буду тестить. Девчонки, тоже в пустых баночках вам расскажу про это чудо свет. Два продукта марки «Каждый день». Это, конечно, салфетки. Я когда в Ашане не ухожу никогда без них. Салфетки детские, 75 штук. Вот так выглядит упаковка. И салфетки здесь классные. Я брала их даже когда ребенок у нас был маленький. Никаких аллергий, ничего. Они большие. Они очень хорошо пропитаны. Никаких нареканий к этим салфеткам нет. Вот так они выглядят. Никакой тут ворс не лезет. Они такие вот достаточно гладенькие. Очень классные, приятная одушечка такая парфюмерная. И ватные палочки тоже вообще за смешные деньги. 100 штук в одной упаковке. Я взяла две, уже открыла, посмотрела. Очень упругая такая. Но не прям, оно чуть-чуть гнется, да, палочка сама. Потому что не совсем удобно чистить уши, скажем так, когда палочка мягкая. В бюджетных палочках можно такое встретить. Здесь нет, все нормально. Она достаточно упругая, удобная. Классные палочки. Девчонки, за такую цену просто, не знаю, надо было брать 10 штук. Два продукта комплимент я отхватила в Ашане. Так, первый у нас это маска-пленка против раздражений, прыщей и черных точек. Антибактериальный комплекс с салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи. Древесный уголь и вулканическая вода. Ну, прям вообще, прям супер-супер. Я люблю такие продукты. Мне нравится вычищать ими поры. Посмотрим, насколько комплимент я не брала никогда. Насколько хорошо именно этот продукт справляется с поставленной задачей. Протестирую, обязательно вам расскажу. Взяла одну. Если понравится, поеду брать, конечно же, еще цена смешная. Второй продукт от комплимент это спрей термозащита восстанавливающий. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас сколько миллилитров? 200 миллилитров термозащита восстанавливающий против ломкости и секущихся кончиков для сухих и поврежденных волос. Молочная сыворотка и масло органа. Девчонки, я сегодня уже укладывала с этим спреем, что могу сказать. А душка у него очень приятная, такая, знаете, цветочно-фруктовая. А распылитель очень мне нравится. Есть, знаете, такие, которые вообще не распыляют, а есть, которые бьют струей. Это золотая середина. То есть, вот, хорошее, мелкое, равномерное, что самое главное, распыление. Никаких нареканий к нему нет. Волосы расчесываются хорошо, укладываются хорошо, смягчаются, блестят, живые. В общем, спрей буду тестировать дальше. Обязательно в пустых баночках. В последующих обзорах расскажу вам и оставлю полноценный отзыв. Еще вот такой интересный продукт, корейский, отхватила в Ашане. Это гидрогелевый патч для глаз, экстракты морских водорослей. И состав, вы знаете, меня прям порадовал. Коллаген, экстракт листьев толокнянки, экстракт морских водорослей. Все. Цена наибюджетнейшая. Там сзади все по-корейски. И приклеена вот такая вот, как бы, перевод. Если интересно, можно нажать на паузу, почитать, если, конечно, вам видно. Это корейский продукт, made in Korea. Буду пробовать, девчонки. Потом обязательно оставлю свой отзыв. Могла пройти мимо своего любимого лака для волос. Это тафт, объем, пятерка, мега фиксация, воздушный объем до трех дней фиксации. Все, что здесь заявлено, так и происходит. Три дня фиксации абсолютной. Вот сегодня я уложилась с лаком, да, сделала легкий начес. Завтра я проснусь, у меня будет еще больше шапка на голове. Объем будет сохраняться однозначно два дня. То есть это минимум. Я люблю этот лак. Беру только его. Он не склеит... Нет, не он склеивает, конечно, их слегка. Потому что, ну, это лак. Если лак не склеивает, мне кажется, он тогда и не фиксирует. Вот. Но все это вполне приемлемо себе, без всяких там эксцессов расчесывается. Он приятную отдушку такую имеет, парфюмерную. Он держит объем. Действительно, на ваших волосах можно даже без начеса, знаете, вот так прядку поднять, попшикать, опустить, причесаться. И уже без начеса даже будет у вас отличная фиксация и замечательный объем. Лак люблю. Всем рекомендую. Кто хочет объемную прическу, присмотритесь. В Ашане он сейчас, по-моему, рублей 180. Везде он от 230, там и до бесконечности 280. Поэтому вот цена замечательная. И лак тоже. Девчонки, повторила свою любимую утреннюю маску. Это у нас банька Агафья. Секреты сибирской травницы. Вот так она выглядит. Хотела найти в тубе, аналогичную от бабушки Агафьи, не нашла. Это освежающая экспресс маска, органический экстракт таволги, ирис сибирский, росник или росник лесной и мятохолодянка. Без СЛС и парабенов. 100% натуральные ингредиенты. Маску повторяю и люблю ее необыкновенной просто любовью. В инстаграме писала про нее пост. Если, кстати, не подписана еще на мой инстаграм, я оставлю под видео, точнее, всегда есть ссылочка. Можете проходить, подписываться. Иногда я там тестирую очень интересные продукты. И маска эта. Может быть, она не подойдет только сверхчувствительной коже. Что касается нормальной жирной комбинированной и даже сухой. Вот у меня у соседки, у нее сухая кожа. Она эту маску обожает. Причем сухая и чувствительная. А по утрам наносите. Она такой гелевой текстуры светло-мятного цвета. Вот так выглядит. Вот. Почти как упаковочка цветом. Немножко посветлей. Наносите таким средненьким слоем на лицо. Распределяйте, ходите. Все. Начинается легкое пощипывание. Кажется, что сейчас покраснеет лицо. Будет какое-нибудь раздражение. Потому что, ну, не то что легкое, оно такое среднее. Прямо пощипывает, пощипывает. Но нет, с лицом ничего не происходит. Более того, после того, как вы смываете эту маску, перестала она вам пощипывать, да, никакого дискомфорта больше не чувствуете. Можно идти смывать. Тон выравнивается. Лицо свежее. Такое отдохнувшее. Ну, супер. Девчонки, маска. Кто еще не пробовал, бюджетный вариант крутой маски. Просто вообще супер. В Ашане она есть всегда. Новосвит, девчонки. Знаю сейчас много поклонников у этой марки. Фарма-лаборатория. Я первый раз беру Новосвит. И это у нас гиалуроновая пилинг-скатка. И коллаген. Очищает от загрязнения макияжа. Выравнивает рельеф кожи. Я уже ее сегодня попробовала. И что вам могу сказать. Скатка крутая. Она действительно крутая. Она классная. Без травмирования кожи. Да. Это деликатнейший такой пилинг. Если вы пробовали пилинг-скатку... Нет, как он называется? Не пилинг-скатка. У Фаберлик. Вот, девчонки, принесла. Это роллинг-гель для очищения пор. Фаберликовский, да? Это абсолютный аналог. Вот прям аналог. Только побольше объема. Здесь у нас 75 мл. Здесь 100. Такой же деликатный. Так же хорошо скатывается. Тоже на основе кислот. Здесь есть в составе кислоты. Но он классный. Избегайте области вокруг глаз. Возможно, индивидуальная непереносимость. Но я мазала и под глазками, и скатывала. Все интенсивно. Получается скатывать очень хорошо. Маленькие такие комочечки. Поры вычищаются. Кожа становится гладенькая. Тон выравнивается. В общем, хорошая скатка. Очень-очень. Я, конечно, дальше буду тестировать. Но пока очень похож на вот этот вот роллинг-гель от Фаберлик. Насколько я знаю, его вывели с производства. Опять временно-невременно. Поэтому, кто ищет аналог, присмотритесь на вас вид. Девчонки, еще хотела показать вам стаканчики. Смотрите, это тоже марка «Каждый день». Это обычные стаканы. Объемом, объемом, объемом. 250 миллилитров. Вот обычные стаканчики, да? И знаете, сколько они стоят в Ашане? 14 рублей. Я не могла пройти мимо, потому что они у нас периодически бьются или вообще куда-то пропадают. И вот таких вот три стаканчика за 14 рублей себе прикупила. Еще один интересный продукт от бабушки Агафьи. В Ашане тоже был мною куплен. Это у нас, девчонки, гель для кожи вокруг глаз. От мешков и темных кругов под глазами. На основе экстракта камчатского подснежника, природного кофеина. Кофеина – это хорошо, кстати. Вот именно кофеина убирает темные круги под глазами. И гиалуроновой кислоты для всех типов кожи. Такая прямо интересная упаковочка такая. Цена тоже смешная. И вот так выглядит сам этот тюбик. Здесь у нас, по-моему, да, 40 миллилитров. Вот так он выглядит. Я тоже уже его потестила. Здесь все было фольгировано. Вот. Он что собой представляет? Это такой светло-желтый, что ли, прозрачный гель. Вот так он выглядит, да. Наносим его под глазки. Таким, я не знаю, средним слоем запах. Практически никакого нету. Легкий-легкий, еле уловимый, косметический. И что могу сказать по эффекту? Ну, у меня нет синяков под глазами и нет мешков под глазами. Но они периодически бывают. Когда будет такой казус, я обязательно воспользуюсь этим гелем. И уже в пустых баночках вам расскажу полноценный отзыв. А на сегодняшний момент кожа под глазками становится упругая. Он впитывается где-то вот полминуточки. Да, вот я его сейчас нанесла. Все, он впитался. Он не оставляет жирного блеска. На него очень хорошо ложится макияж глаз. Я на верхний и на нижний век наносила. Ну, и пока вроде как все. Потому что проблем, которые он решает, на сегодняшний момент у меня нет. Но я буду его обязательно тестировать продолжительное время. И расскажу вам, помогает или нет. Еще моя одна сегодняшняя покупочка. Это опять к вопросу о цвете моих волос. Очень много мне задают вопросов. Про краску вы уже знаете, какой я крашусь. А между окрашиванием я тонируюсь именно вот таким вот бальзамом для волос. От Престиж. Он у меня всегда в пепельном в каком-то оттенке. Там их очень-очень много на самом деле. У нас они продаются в Орхидей Парфюм. Стоят 119 рублей, да. И его хватает на несколько раз. Между окрашиваниями я пользуюсь вот такими вот бальзамами. Всегда брала пепельный. Сегодня решила взять розовый жемчуг. Хочется мне теплого отлива на волосах. На самом деле нарисован красивый. Но он у меня, конечно, такой не получился. Знаете, где-то местами проблескивает такая вот розовинка. Не более. Я наношу эти бальзамы как маска. Точнее, как краску для волос. Я помою волосы, чуть подсушу полотенцем. И распределяю на всю длину волос вот этот бальзам. И потом прочесываю расческой. Завязываю и хожу так минут 30-40. Пепельные. Они довольно ядерные. Там есть оттенки. Но, кстати, не все. А вот этот вот прям слегка. У кого блондированные волосы, такие, знаете, совсем выжженные. Да, в ноль практически. Возьмет однозначно. И мне кажется, будет очень красивый цвет. Здесь вот... Ну, в принципе, да. Вот мой цвет-то он вот такой. И поэтому отлив слегка. У кого осветленный, смотрите, какая красота. Можно поиграться с оттеночками, как бы. И развести обычной маской, если вам будет ярко. Попробовать, да, сначала на кончиках. Но вообще вот эти бальзамы для блондинок я рекомендую всегда. Здесь, кстати, перчатки были в наборе. Из того, что я пробовала тонирующего, там, тоника, эстель и так далее. Вот эти бальзамы самые стойкие. Кто хочет уходить в пепел, да. Там вот они дольше всего держатся на волосах. И эффект потрясающий. То есть, они действительно убирают желтизну. Со всеми с этими делами они справляются. Ну, и на этом все, мои хорошие. Вот такие бюджетные покупочки из Ашана и других магазинов сегодня я вам показала. Надеюсь, что была полезна. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok